Всем привет! Потребуется вот такая классическая 15-ваттная светодиодная лампа. Для начала вскрываю ее. Отпаиваю выводы скрытого от глаз блока питания. Подходящим для этих целей инструментом поддеваю и извлекаю плату со светодиодами. Также поддеваю и снимаю задний колпачок. Который является также и вторым контактом лампы. Отпаял второй вывод, который соединяет блок питания с вот этим контактом и извлекаю последний. Ко входу блока питания припаиваю провод с вилкой на конце. Для обеспечения безопасности обязательно изолирую открытый вывод. Подключаю блок питания в сеть и замеряю напряжение на выходе. При этом ни в коем случае ни к чему не дотрагиваюсь. В разрыв одного из питающих проводов припаиваю конденсатор. Конденсатор емкостью 0,68 микрофарад на напряжение 400 вольт. Снова подключаю блок питания в электрическую сеть и замеряю напряжение на выходе. 282 вольта. Отключаю блок питания от сети и разряжаю конденсатор. Делать это нужно обязательно инструментом с изолированной ручкой. Пинцетом, ножом и тому подобными инструментами этого делать нельзя. Напряжение без конденсатора на каждом светодиоде составляет 12,4 вольта. В то же время напряжение с подключением конденсатора составляет 12,1 вольт. Светодиод можно назвать вечным радиокомпонентом. Главное условие, разумеется, при этом, главное условие его вечности, это в соблюдении режима его работы. Отсутствие перегрева и превышение напряжения и тока. В нашем случае за счет конденсатора будет обеспечиваться более щадящий режим работы каждого из светодиодов. Устанавливаю конденсатор на плате блока питания. Для крепления использую двусторонний скотч. Для обеспечения лучшего охлаждения делаю несколько надпилов на плате со светодиодами. С обратной стороны обезжириваю поверхность с помощью бензина-калоша. Галоша, точнее. А может и калоша. На данный участок с помощью теплопроводного двустороннего скотча приклеиваю небольшую пластину меди. Опять же, для лучшего охлаждения. Медь обладает гораздо более высокими теплоотводящими свойствами, чем алюминий. И столь небольшой по площади отрезок равен 3, а то или 5 аналогичным по размерам алюминиевым пластинам. Для лучшей циркуляции воздуха сверлю несколько отверстий диаметром 3 мм. С помощью шила проделываю несколько отверстий и верхней крышки. Собираю лампу в обратном порядке. Собираю лампу в обратном порядке. Таким образом мы получили, не побоюсь этого слова, вечную лампочку. Все лампы, которые у меня в квартире, я переделал таким образом. Работают очень долго и плодотворно. Единственный момент, если лампа будет использоваться, скажем, в ванной или на кухне, где присутствует постоянная влажность, отверстия лучше не делать. Пишите свое мнение в комментариях. Жму руку. Всего хорошего. Пока.